Ну, зараз Крым стал территорией Устрады. Шесть роков тут нема такого понятия, как свобода, как закон. Здесь, будь в какое время, то, мабуть, зранку, мабуть, ночью, могут огланиться представники так званих силовых структур, могут почать обшук, могут выкрасти. Ну, мы знаем, около двух десятков случаев, в которых, скажем, наши мешканцы были крадены, и их дальнейшая доля досюда неведома. Мы также знаем и про тех загибших. И первый из которых был еще там метод. Вчера мы были на кладбище, так, на кладовище. Так получилось, что наш товарищ, ну, помер. И мне вражена вот такая вещь. Я, кому-то подивился на это кладовище, они первые заховывания были в 1992 году. За 22 лет поховали десь две третины всех людей. За 6 лет от могилы Решата Аметова одна треть. За 6 лет одна треть от того всего кладовища. Это о чем, чему вот это, я приклад так и провожу, вот те поганые умовы, життя, вот эти постельные стрессы доводят до того, и наш товарищ тоже, он от сердечного нападу сгинул. Вот таких случаев очень много. И виноват в этом. Вот та ситуация, которая сейчас здесь в Крыму. Как изменился национальный склад населения Крыма? Чи правдой есть то, что туда завезли из разных регионов новых поселенцев из Российской Федерации и в таком способе изменили национальный склад пивострова? Конечно, вот то, что они и так приезжают, то есть там в пошуках такой вильной жизни, там легкого хлеба. Ну, кто-то есть, где будут текачи с Донбасса. Ну, самое таке, здесь працует кілька программ российских. Жилье для российской семьи, военная ипотека. И вот это благодаря всем программам в Крыму заселяются мешканцы других регионов России, которые переселяются в наш Крым. И вот все это делается с одной метою, чтобы відсоток крымских татар будет богато-меньше, чтобы ниякий, там, мабуть, через декілька років они будут проводить там какие-то выборы, чтобы крымские татары не малили ниякого кумуа. Я уже все свои питания поставил, якщо вы маете какие-то питания, коллеги. Все, гол, спасибо. Дякую вам за вашу мужность, что вы лишаетесь, власне, в Крыму. Я собі важко уявляю. Я намагаюся завжди поставити, уяви себе, окупанти, і ти далі живеш.